Ложная тревога. В Соединенных Штатах начали расследование громкого ЧП, когда жители Гавайев официально предупредили о массовой эвакуации из-за приближающейся ракеты. О панике в курортном раю. Дмитрий Анопченко. Баллистическая ракета угрожает Гавайям. Немедленно ищите убежище. Это не учение. Механический голос из всех громкоговорителей заставил запаниковать жителей курортного штата. Ведь помимо этого, объявления о ракетной угрозе появились и на экране каждого айфона, и на телевидении. Полный хаос и паника на Гавайях. Люди, живущие на Гавайях, разозлены, расстроены и запутаны. В Соединенных Штатах так устроена система гражданской обороны. В случае ЧП, Центр реагирования на чрезвычайные ситуации, дает команду, и оповещение автоматически в ту же минуту появляется на экране каждого айфона в этом радиусе. А компьютеры кабельных операторов тут же выдают бегущую строку поверх картинки всех телеканалов. Так произошло и на Гавайях. И люди 38 минут не знали, что оповещение ложное. В местных новостях рассказывают, какая паника началась. В панике родители прятали детей в канализационные люки. Семьи спасались в кладовках. Заволновались и здесь, в Вашингтоне, оперативный дежурный Пентагона. Узнав о происходящем на Гавайях, проверил ситуацию и доложил министру обороны. Мол, нападения нет, все это лишь ошибка, которую с большим трудом признали местные власти. Губернатор штата выйдя к прессе, выглядел растерянным. Принес извинения и пояснил, что именно случилось. Все случилось, когда сотрудники передавали друг другу смену. Они обязаны проверить, что система работает. И сотрудник нажал не ту кнопку. Но попытки свалить все на человеческий фактор вовсе не объясняют бездействие властей. Почему допустили панику? Почему не отреагировали вовремя и не дали отбой? Почему в конце концов оказались не готовы к атаке, будь она настоящей? ЧП на Гавайях заставит изменить систему оповещений гражданской обороны по всей Америке. Ведь ракеты КНДР теперь уже способны достать до американской территории. И многие в Пентагоне убеждены – страна в опасности. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует...